я приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут юлиана 24 октября самый неблагоприятный день когда запускается трансформация в сегодняшнем видео вы все узнаете нас ждет очень сложный и неблагоприятный день проходящий под управлением 22 лунных суток это время отличается специфично энергетическим потоком который становится причиной внутренней нестабильности и запускает процессы трансформации подталкивающий вас к значимым переменам способным быть как положительными так и отрицательными кроме того данный период вытаскивать наружу все темные стороны вашей личности высвечивает то что хочется забыть и спрятать от посторонних глаз по этой причине сегодня может появиться или усилиться неуверенно себе возникнуть тревожность особенности этого дня луна находящаяся во льве обычно несет людям позитивную энергетику но только не в этом случае решительность действий повышенной активности вызваны энергиями созвездия сталкиваются с пассивными 22 лунными сутками предназначенными для самосовершенствования самолюбия стремление быть в центре внимания сталкиваются с необходимостью поработать над собственными недостатками необходимостью проявлять мягкость осторожность в общении чтобы избежать возможных конфликтов все это усиливает тревогу становится причиной внутренних переживаний волнений кроме того в эту пару вы можете столкнуться с перепадами настроения справиться с которыми вам помогут восточные практики занятий йогой медитации нестабильная энергетика дня легко может стать причиной конфликтных ситуаций спровоцировать и недопонимание даже между самыми близкими людьми поэтому не забывайте об осторожности не допускайте пустой болтовни и обсуждение сплетен избегайте споров и ссор вместо этого сосредоточьтесь на самосовершенствование изучение нового несмотря на неблагоприятную энергетику 22 лунных суток они идеальны для обучения и переосмысления имеющейся информации день хороший для самоанализа переосмысление своей жизни и взаимоотношений с окружающими в этот период рушатся все иллюзии а мир предстает перед вашими глазами своем истинном свете проявив внимательность вы сумеете понять истинные отношения к вам окружающих выявить обманы недомовки или наоборот убедиться в крепкой верной дружбе но даже обнаружив своем окружении недобросовестного человека не позволяйте себе гневаться и злиться негативные эмоции сегодня действуют на людей особенно разрушительно становясь преграды преодоление имеющихся трудностей чтобы это не произошло воспринимать и все происходящее как испытание достойно преодолев которые вы станете сильнее и укрепите характер советы и рекомендации поскольку 22 на сутки вы в любой момент можете столкнуться со сложностями неприятностями или неожиданными преградами начинать новые проекты или браться за выполнение важных задач сегодня не стоит лучше займитесь ранее начатыми делами или сосредоточьтесь на привычной рутинной работе кроме того день неплохо для составления планов и пересмотра уже имеющихся проанализируйте то что было сделано и скорректируйте сроки выполнения для всего остального день совершенно не подходит для общения потом постарайтесь отдать предпочтение индивидуальной деятельности по возможности сократите контакты с коллегами и руководством перенесите назначены на это время встречи и совещания допустимое посещение лекции курсов но лучше ограничиться онлайн общением или воспользоваться другими источниками информации не подразумевающими личных встреч решение денежных вопросов также лучше оставить на другое время особенно если речь идет о крупных расходах сегодня вашему успеху может помешать любая мелочь поэтому допустимы только мелкие траты если же избежать финансовых вложений не получится проявите максимум осторожности убедитесь в отсутствии риска откажитесь от сомнительных проектов откажитесь от сделок если имеются сомнения добросовестности партнеров день может не самым лучшим образом отразиться на вашем здоровье поэтому позабудьтесь о поддержании хорошего самочувствия решение денежных вопросов также лучше оставить на другое время особенно если речь идет о крупных расходах сегодня вашему успеху может помешать любая мелочь поэтому допустимы только мелкие траты если же избежать финансовых вложений не получится проявите максимум осторожности убедитесь в отсутствии риска откажитесь от сомнительных проектов откажитесь от сделок или если имеются сомнения добросовестности партнеров день может не самым лучшим образом отразиться на вашем здоровье поэтому позаботьтесь о поддержании хорошего самочувствия избегайте чрезмерных физических нагрузок исключите поднятие тяжести однако не игнорируйте спортивной тренировки начните утро зарядки или пробежки найдите время для йоги упражнения на растяжку умеренная активность принесет пользу особенно сочетание с правильным питанием переедать или ограничивать себя в пище сегодня нельзя однако питание должно быть правильным и сбалансированным с преобладанием растительных продуктов общение с любимым человеком также лучше свести к минимуму если есть возможность проведите день в одиночестве так как даже при идеальных взаимоотношениях возможны ссоры и конфликтные ситуации любые свидания под строгим запретом поскольку их последствия может стать разрыв вашего союза сама в лучшем времяпровождением в эти сутки станет спокойный отдых в уютной домашней обстановке позвольте себе на время забыть о делах и заботах расслабьтесь и посвятите хотя бы пару часов ничего не деланию или любому приятного для вас занятия вызывающему радость даже если у вас будет такая возможность не стоит отдыхать весь день постарайтесь найти идеальный баланс между активностью и восстановлением сил магические ритуалы этого дня в эти сутки вы можете проводить практически любые обряды убывающего не создавать амулеты талисманы но для новичков и неопытных запрещены любые действия влияющие на других людей прекрасное время для гадания на будущее избавляемся от нищеты вам нужно выйти в лес либо парк и найти толстую крепкую ветку лучше всего осиновую принести домой далее возьмите 7 маленьких гвоздей и просто начинайте вбивать их в дерево молотком стремясь чтобы получилось ровная линия каждый раз когда будете вбивать гвоздь в древесину скажите гвоздь в дерево вбиваю нищету свою к этой ветке прибиваю все долги мои ей оставляю себя от бремени освобождаю повторяйте заговор каждый раз когда начнете вбивать очередной гвоздь когда все семь из них будут вбиты благодарите высшие силы за помощь ветку сразу же унесите из дома и оставьте на пешем пешеходном перекрестке чтобы ушел лишний вес выберите удобное время когда вас никто не побеспокоит зажгите восковой свечу сядьте напротив нее расслабьтесь отпустите посторонние мысли и сосредоточьтесь на своем желании избавиться от лишнего веса теперь подумайте о том что именно стало причиной вашей полноты может быть вы любите побаловать себя сладостями или имеете склонность к перееданию или лишний вес появился в результате стресса ответив на этот вопрос запишите то что мешает вам обрести стройность на листок бумаги затем сложите записку пополам и скажите как он убывает так и лишний вес мой меня покиндает все лишнее огонь забирает подожгите бумагу повторите заговор когда от нее останется только пепел выбросьте его воду к примеру смойте в канализацию одновременно скажите с водой полнота моя утекает легкость и свобода в теле моем возникает чтобы ваши недоброжелатели не вредили для туристова вам понадобится предмет который вы сможете носить часто лучше всего если вы возьмете изделие из благородного металла к примеру золотое кольцо браслеты серебра или другое ваше украшение заверните волоску черной ткани положите блюдце и доверху засыпьте солью чтобы снять возможный негатив через час соляные кристаллы выбрести а вещь положите перед собой на стол или другую поверхность насыпьте вокруг нее немного зверобоя создавая круг из сухой травы затем трижды скажите силой природной наполнись укрепись ненадежной защиты от недругов становись зло у меня не коснуться не навредить завистью и злобой своей не травить истина оставьте украшение в травяном круге на ночь на утро наденьте его на себя а трава зверобоя участвующий в ритуале выбрести готовый амулет надевайте каждый раз когда можете встретиться с недругом тогда подобные встречи пройдут для вас безболезненно по народным приметам в этот день отмечают филиппов день родившись в этот день наделены умом и открытостью миру им свойственно добиваться поставленных целей стремиться занять место под солнцем а вот в общении с окружающими эти люди нередко бывают ранимы и обидчивы что часто чинит препятствия к пониманию их другими талисман для рожденных в этой день является горный хрусталь поскольку в это время начинались холода и на землю выпадало много осадков дороги становились развязшими что представляло трудности при передвижении на телегах и повозках крестьяне стремились поскорее перевести зерно к мельнице пока еще оставалась возможность это сделать поэтому день получил второе название филиппова канитель также на филиппа проводили специальный обряд от непрошенных гостей в доме для этого хозяйка брала метелку с тонких веток и милая ее от двери избы ты ворот считал что так можно обезопасить себя от злых и зависли у гостей воров и мошенников мужчины занимались починкой и очисткой садовых инструментов основная часть работ к этому времени была закончена и нужно было подготавливать грабли и лопаты на зимнее хранение крестьяне считали что от ухода за ними зависит богополучие семьи и бога сторожа тот кто плохо относился к инструменту не чистил не держал его достойном виде тот лишал себя благ за резкого похолодания в конце октября девушки и женщины посвящали большую часть времени рукодели магическим ритуалом особой популярностью пользовались амулеты обереги которые изготавливали для различных жизненных ситуаций одним из излюбленных амулетов для незамужних девушек был амулет на привлечение суженного делался он так нужно было взять красную ленточку завязать ее в бант на одном конце вышивали свое имя на другом имя юноши который нравился такой ленту вязали на левое запястье и носили прикрыв длинным рукавом никому не показывают до тех пор пока не видели того кто мил сердцу увидев юноша про себя лишь опытом произносили как лента алая ярка так и любовь между нами будет крепкая сильна крепким узлом повязаны друг другу привязаны да будет так когда слова произнесены девушка должна была ненароком коснуться парня далее хранить амулет в завязанном виде до тех пор пока юноша не ответит взаимностью также проводили на филиппов день и денежные обряды самым распространенным являлся следующий бралась небольшая корзина в которой клали солому ткань и клали несколько монет далее говорили святой филипп помоги кошелек мы наполни пусть денег будет много до благ и богатства запасе истина такой денежный талисман ставили рядом с местом где хранились деньги на ночь а затем просто монеты брали их можно было спокойно тратить сновидение в этот день как правило приятные легкие но не несут никакой важной информации и по традиции перед сном обязательно один раз повторяем такие слова у меня есть сила и свобода чтобы создать жизнь которую я хочу вот говорим один раз